Приветствую вас! Прежде всего, давайте, прежде чем отвечать на ваш вопрос, давайте немножечко разберемся с тем, что происходит. Вы были в отношениях с мужчиной в течение 5 лет. Все это время казалось, что он вас безумно любит. Тут ведь была такая некая идеализация человека. Ну, скорее всего, судя потому, что вы говорите, что он остался в вашей памяти самым лучшим, самым родным, любимым. Это идеализация. И вы хотите, чтобы мы сменили идеализацию на обесценивание. То есть, вот сейчас вы его идеализируете, раз, и будете обесценивать. Что идеализации очень тяжело дается человеку. И является, в общем-то, одной из форм психологических защит. Который называется расщеплением. Расщеплением. Можете почитать об этом. В интернете. Так и обесценивание. Является той же самой стороной расщеплением. То есть, по сути, по сути, вы пребываете либо в состоянии идеализации, либо в состоянии обесценивания. Поскольку для вас возможной является идеализация молодого человека, то, скорее всего, происходит обесценивание чего-либо. И вы хотите, чтобы мы взяли то, что вы сейчас обесцениваете, идеализировали, а то, что вы сейчас идеализируете, начали обесценивать. Ну, это далеко не самый лучший расклад. Особенно, если учесть, что вы так и будете находиться в детском состоянии. То есть, и идеализация, и обесценивание, это детское состояние. Это состояние ребенка, ну, где-то до семи лет. Примерно. Возникает вопрос. А почему? Почему для вас стало возможным вот такое состояние? То есть, как так получилось, что своего молодого человека вы идеализировали? Как так получилось, что вам казалось, что он вас безумно любит? Как так получилось, что вашей памятью он остается самым лучшим, самым любимым и родным? Как так получилось? Как так получилось? Это очень тонкий вопрос. Дело в том, что достаточно хорошим признаком является то, что вы его не можете ненавидеть, и вы не можете на него злиться. Я бы сказал, что это очень хороший признак, потому что обычно люди исходят негативом к тем, кто их бросает. И поверьте, от негатива им не лучше. Скорее всего, вы мне не поверите, но я, как бы, вам поясню. Дело в том, что обесценивание является другой стороной идеализации и представляет из себя, как бы, ну, одну из форм проявления расщепления. Однаково тяжело дается человеку, об этом я уже говорил. Но это нужно отличать от восприятия. То, как я воспринимаю людей, то, как я воспринимаю любимых людей, то, как я воспринимаю близких людей, то, как я воспринимаю любимого человека. Я благодарен ему за то, что он был со мной, и, действительно, в моей памяти он остается самым любимым, самым родным. Это здорово. Можно быть ему благодарной за это и жить дальше. И в этом месте у вас возникает конфликт. Дальше вы не можете. Первое. Забыть невозможно. Это первое, что нужно сказать аноним. Забыть невозможно. Ну, если только гипнозом себе память не уберете, но от чувств это вас не избавит. Как перестать убиваться? Довольно интересный вопрос. В том смысле, что... Убиваетесь вы из-за чего? Убиваетесь вы из-за того, что по факту, а вот реализовать то, что вы реализовывали молодым человеком, теперь вы уже не можете. У вас не получается. Ресурсов для этого больше нет. С уходом молодого человека вы что-то для себя потеряли. И очень важно на самом деле понять, что именно вы потеряли. Люби вы его любовью чистой, незамутненной, любовью взрослой, если можно так выразиться. Вам бы было грустно от того, что он передумал. Вам было бы печально от того, что он передумал. Но ни в коем случае вы не переживали бы так, как переживаете сейчас. Почему? А потому что любивой любовью взрослой, вы бы двигались вперед, сами по себе, самостоятельным путем, к своим собственным целям, но в том числе, и с помощью молодого человека. А поскольку этого не произошло, то есть, как бы, вы убиваетесь, плачете, переживаете, хотите забыть, возненавидеть, получается, что где-то возник перекос. Где-то возникло излишнее слияние, привязанность, и вы стали замешать молодым человеком свои собственные желания, свои собственные цели. То есть, попали в зависимость. Вот эти аспекты, где, в чем вы стали от него зависимы, и нужно распутать. Ну, вам тут уже приводили метафору, по крайней мере, вот Дмитрий Шерстюк приводил вам метафору. Вот. Я, если честно, не такой мастер метафор, но попробую точно привести, чтобы вам было понятнее. Значит, вот представьте себе, я не знаю, как это описать, скобки. Такие скобы. Скобы, соединенные, ну, скажем так, ниткой, или каким-нибудь крепким, значит, ну, основанием. Да? То есть, это напоминает, так вы знаете, длинный скелет. Длинный скелет. Ну, это именно скобы такие. Скажем так, на подобии магнита. Вот. Много-много магнитов, да, и они, как бы, соединены с железным основанием. И получается такая вертикальная конструкция, да, палка, например, на которой нанизано очень много магнитов. Вот. Или подков. И с другой стороны, напротив, стоит точно такая же. Палка с точно такими же подковами. И эти, вот эти две конструкции, они друг с другом, они друг к другу, как бы, ну, сближаются, да. И в идеале, вот в идеале, они должны быть близко. Они должны быть близко. Они должны быть повернуты друг к другу, и иногда соприкасаться. Вот. Ну. Да, то есть, то одна коснулась другой, то другая коснулась, эээ, первой. Вот. Ну, повёрнуты они в одну сторону. Что произойдёт, если одна конструкция повёрнута в параллельно? параллельно, нет, не параллельно, вертикально. Одна конструкция повернута вертикально, а другая горизонтально. Та, которая повернута вертикально, она будет смотреть вперед, а та, которая повернута горизонтально, будет смотреть на нее. И когда они друг к другу соприкасаются, та, которая смотрит горизонтально, при сближении и при соприкосновении не отделяется. Вот вы не смогли отделиться, вас удерживает что-то. И вот это и нужно исправить с точки зрения профессиональной психологии и психотерапии. Не заменять одну реакцию другой, негативную реакцию другой. Не заменять одну психологическую защиту другой, а именно разъединить это. Мог человек решить, что, ну как бы, жизнь с вами это не для него? Мог. Мог человек испугаться отношений, свадьбы, там и так далее? Мог. Мог человек понять, что разлюбил вас? Мог. Потому что безумно любить нельзя все время. Любовь, она как бы трансформируется во что-то, ну, более спокойное, да. Любовь, она трансформируется во что-то свое. Это нормально. Это нормально. Но вы, именно вы, восприняли его поведение на свой счет. И вот та часть, где вы восприняли его действие на свой счет и подлежит психотерапии. Что вы стали о себе думать в результате? Что вы потеряли? Какие ожидания разрушились? А где вы перекладывали ответственность на него в себя? Вот это можно объяснить еще и так. Вот два независимых человека живут вместе. Скажем, начали жить вместе. Поначалу они держатся обозобленно. И вместе проводят только определенные, ну, скажем так, определенное время вместе. Да, там, спят, там, отдыхают. Иногда касаются друг друга в течение дня, если они вместе. И все. Но каждый делает все сам. Со временем, кто-то из них перекладывает на другого ответственность за то, что он делал сам. Ну, по важным причинам. Например, самая элементарная, самая частая причина. Это причина, когда человек делает что-то лучше, чем другой. Например, каждое утро я готовлю себе там, допустим, ну, что-нибудь поесть. И вдруг-вдруг выясняется, что мой партнер готовит это лучше. Он делает это лучше, чем делаю я. Да, и поскольку мы с ним встаем в одно время, мы с ним занимаемся одним и тем же. И каждый раз я готовлю себе это, то, естественно, что это делает другой человек. Потому что у него получается лучше, быстрее. И, например, там, расходуется продуктов меньше, да, и меньше времени там надо чистить посуду, допустим, и так далее. С какой стороны не посмотри, выгодно и полезно, да. Но со временем я отвыкаю это делать сам. И я уже не могу без этого. У меня уже вырабатывается ожидание того, что этот человек, мой партнер, будет для меня это делать. Я привык к тому, что он готовит вкуснее, быстрее и так далее. И со временем я перестаю это замечать. И когда партнер внезапно исчезает, я чувствую, как мне не только не хватает этого, но я и сам делать не могу. Я отвык это делать. И возникает вот эта вот вся история, которая у вас. Мораль подобных, мораль подобного рассказа заключается в том, что вам нужно вспоминать, как вы действовали сами, когда вы были одна. Вам нужно вспоминать свои цели, вспоминать свои желания, свои собственные способности, выстраивать свой собственный путь. Вот. И, собственно говоря, на будущее не растворяться в людях настолько сильно. То есть любя можно и нужно отдавать. Но любя нельзя возлагать на человека ответственность за то, что вы делаете сами. То есть, если вам, ваш мужчина на протяжении двадцати пяти лет постоянно открывал дверь, то вы делать разучились. Ну, что вы делать могли разучиться. Это совсем не значит, что вы должны, не должны делать этого сами. Понимаете? Вот. Дальше. Как мне помочь себе? Вам себе помочь никак. Вам себе помочь никак. Потому что с точки зрения, опять же, профессиональной психотерапии, у вас сейчас состояние не самое стабильное, не самое лучшее для того, чтобы помогать себе самостоятельно. Вот. А, как бы, вам нужно выговориться по поводу того, что произошло. Вам нужно получить профессиональную обратную связь. не классическую историю в виде даун свинья тебя не достоин, а именно профессиональную обратную связь. Тогда у вас все получится. Так, дальше. Ну вот, вы спрашиваете, есть ли какая-то техника, когда ставит себя возненавидеть бывшего? Что-то, наверное, напомнило мне, как в прошлом веке отучали от нетрадиционной ориентации людей. Довольно веселые были методы, надо сказать. Вообще, можно выговорить у вас отращение к молодому человеку. Это, я полагаю, сделать не сложно. Другое дело, что ваших собственных проблем меньше от этого не станет. По факту. Вот. Так что, решать вам, либо вы выбираете для себя метод быстрый, но поверхностный, либо вы выбираете метод для себя не такой быстрый, но зато более обстоятельный. Вот. Дальше. Я была в отношениях пять лет, все это время казалось, что это мой человек, казалось, что он меня безумно любит. Знаете, вот в том-то и дело, что ваших людей не бывает, есть вы и другой. Ваших людей нет. Хотя бы потому, что люди нет собственности. Здесь мы замечаем проблему личных границ. Казалось, что он меня безумно любит. Вот. Опять же. Ага. Значит. Ну, как бы. А, вот. Если он вас, если это, точнее, понимаете, если это, то есть то, что он вас безумно любит, а единственное, да, что важно для вас, что логично предположить, что вам не хватает любви к себе. Вот. Понимаете? Какая история. Если это единственное, что вас, ага, ну, что имеет значение, не хватает любви, не хватает значимости, это базовые потребности по маслу. И с уходом этого человека вы перестали чувствовать себя. Так. Далее. Пару недель назад мы расстали. За несколько дней до свадьбы он передумал, а почему, из-за чего, что произошло, как бы, это вот все нужно проговаривать, да, и через гештальт уже, ну, смотреть. Мне безумно тяжело, из-за чего. Самое ужасное, что мы уже наговорили друг другу миллион гадостей, вот опять, мы, не мы, нет никаких мы, аноним. Есть я, и он, или я, и ты. Я наговорила кучу гадостей. Зачем-то, для чего-то, почему-то, от чего-то. Он наговорил кучу гадостей. Для чего-то, для чего-то, почему-то, от чего-то, которые я как-то восприняла. То есть я восприняла это как гадости. Кстати, гадости, это и есть обесценивание, то самое, о котором я говорил в начале своего ответа. Дальше, а злоба на него все равно ко мне не приходит, а должна? А вы, вообще, как бы, ну, с чего решили-то, что, должна быть злоба-то на него, откуда вообще? Знаете, что такое зло? Вообще, что это за чувство? Откуда оно, и в результате чего приходит, и для чего оно нужно? Вместо этого я плачу по ночам. Из-за чего, чувствуете себя жесткой, наверное. Так, семинары самые лучшие наши моменты. Опять же, самые лучшие моменты для кого? Самые лучшие моменты чем? То есть чем эти моменты лучше это? Лучшие для вас, чем? Как вы себя чувствовали в эти моменты? А как вы можете сами сделать так, чтобы чувствовать себя так же? До сих пор отказываюсь принимать тот факт, что он свинья. Потому что, если вы примете тот факт, что он свинья. Ну, свинья, это, кстати, обесценивание. То есть, если вы примете просто тот факт, что человек, ну, как бы, грубо говоря, решил жить дальше без вас, то это означает, что вам придется взять личную ответственность на себя и полагаться только на себя. А вы этого не хотите. Боитесь, мечтайте, справитесь и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, собственно, вот, ну, вам нужна идеализация. Что является детским мышлением? Посомогите, кто чем может. Честно, вот, знаете, немного смешно читать. Ну, что значит, кто чем может? Аноним. Ну, что значит, кто чем может? Есть, как бы, методы, есть, как бы, технологии, есть, как бы, средства. Вот. как то, понимаете, ну можно долго перечислять дальше вот что значит, кто чем может вы хотите, чтобы вам что, набросали здесь сборную из солянку из как бы, ну методов а какой метод лучше всего вам подходит понимаете ну вот ну вопрос как бы вот понимаете какая история какой метод лучше вам подходит какой метод значит ну наиболее для вас подходящий наиболее эффективный а как, например, не набрать кучу информации, которая для вас лишняя будет понимаете чтобы не навредить себе еще больше здесь проявляется что отсутствие заботы по отношению к себе то есть я достойна только сборной солянки из разных советов ну либо вы не уважаете нас как специалистов а то мне верить не хочется вот и все вот и все вот и все надо с вами поговорить надо для начала вы вытащить как бы все ваше горе чтобы вы сбросили эмоциональное напряжение, чтобы освободилось разум, чтобы вы выплакались, может быть, понимаете. Пока есть чувства, пока чувства бушуют, вы не сможете адекватно, значит, ну как бы, работать, понимаете, вот. Вот вам сейчас плохо, да, вы говорите, что безумно тяжело. В этом состоянии вы не сможете адекватно воспринимать какую-либо помощь, и себе вы не поможете. Сперва нужно это снять, не полностью, конечно, сразу, но хотя бы критически какой-то уровень нужно снять, и дальше все работать. Тогда-то вы ведете себя просто как жертву. Вот. Ну, вы можете тоже почитать об этом в интернете, да, раскрывается это в треугольнике Гартмана. Вот. Можете почитать. В интернете это есть. Вот так. Вот так. Дальше. Как перестать вы пишете цепляться за все хорошие моменты, что были? Опять же. А с чего вы решили, что за них нужно перестать цепляться? Хорошие моменты были, были. Будьте благодарны человеку за них, их могло бы не быть. Но при этом идите дальше сами. Вы почему хотите перестать цепляться за этот момент? Почему хотите перестать убивать свои события? Для вас это единственный способ обрести независимость, по сути. Но так независимость не обретают. Так человека ломают. Ломать вас мы не будем. Ну, по крайней мере, профессиональные психологи и психотерапевты не будут вас ломать. Ломать. Хорошие моменты в жизни человека нужны. Любовь, это прекрасно. А вот семья, как самоцель, является обманом. Обманом и социальной иллюзией. Но эта идея, ну, скажем так, недостаточно популярна. Вот. Среди людей. Вот. Но тем не менее. Вы же не пишите, чем для вас так ужасно, что вы расстали. Вы подумайте, с точки зрения любящего человека, как это должно было быть? Тебе лучше будет без меня. Ну, все, хорошо. Хорошо. Все. Зачем вам человек, который сомневается? Вы предпочли бы, чтобы он не сомневался, что ли? Вот, нет, не так. Извините. Вы предпочли бы сомневающемуся человек. Он честно сказал. За честность ему нужно сказать спасибо. На это, ну, как бы, способны далеко не все люди. Понимаете? Вот. Как бы. Опять же, просто вот поймите. Просто поймите. Что вами движет, вами движет желание освободиться от боли. Вот. А боль, боль, это сигнал. Сигнал. Сигнал к росту. Понимаете? Вот. Но рост это личный ответственный. И вы этого не хотите. Понимаете? Поэтому так и тяжело вам. Вот. Но дабы ситуация не повторилась, да, лучше будет, если вы все-таки, ну, перейдете ко взрослому мышлению и ко взрослому типу, значит, построения отношений. Скажем так. Ну, вот. Понимаете? Поэтому тоже вас можно научить. Научить. Вот это все. Так что, аноним, решайте сами, как вам поступать, что вам делать, и подумайте над моими словами относительно того, как у вас происходят процессы, процессы восприятия. Может быть, замуж вам с такими процессами и с таким мышлением еще рановато. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Удачи.